Доллар растет, поскольку инвесторы опасаются высокой инфляции в США. Эти данные выйдут на следующей неделе и могут повлиять на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы. Ведь очередное стильное значение базового индекса потребительских цен в американской экономике может удержать высокие настройки Центрального банка в течение довольно длительного времени. Однако сегодня свежая статистика сыграла совсем не в пользу американской валюты. Сегодня свое решение по ставке принял Банк Англии. Он оставил ее на уровне 5 с четверти процента. При этом два голоса высказались за снижение на 0,25%. То есть решение, несмотря на сохранение предыдущих настроек, выглядит по сути голубиным. То есть фонд стерлингов, который занимает в корзине доллара США почти 12% ослабел и тем самым укрепил гринбэк. Однако большой вопрос заключается в том, должна ли цена британской валюты быть ближе к доллару и циклу Федрезерва США или все-таки к политике Европейского Центробанка и Евро. Также сегодня вышли очень важные отчеты по второй экономике мира. Китайский экспорт вырос гораздо меньше, чем импорт. Экспорт прибавил 1,5% по сравнению с ожиданиями роста на 1%, а импорт вырос на 8,4%, превысив ожидания роста на 5,4%. Профицит торгового баланса Китая снизился в апреле до 72,350,000,000 долларов США. Тем не менее, термин «профицит» означает, что Китай продает товаров больше, чем покупает. И этот показатель, в общем-то, является позитивным для экономической позиции страны и поддерживает ликвидные аналоги юаня – валюты Австралии и Новой Зеландии против гринбэка. Что касается предупреждений со стороны Центробанка США, то более агрессивные комментарии его представителей уже частично укрепили доллар США. Например, глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз заявила в среду о том, что необходим достаточно долгий период, чтобы экономика Соединенных Штатов могла достигнуть целевого для регулятора показателя в 2% годовых. И хотя вероятность повышения ставок в США минимальна, ее нельзя полностью сбрасывать со счетов. Но пока актуальные отчеты говорят лишь в пользу того, что смягчение монетарной политики в Соединенных Штатах тоже приближается. Например, цифры по первичным безработам, опубликованные сегодня, продемонстрировали рост до отметки в 231 тысячу. Этот показатель является самым высоким с августа 2023 года и намного превысил прогнозов 210 тысяч человек. Отчеты указывают слабый рынок труда и являются еще одним аргументом в пользу сокращения ставок в Соединенных Штатах. Именно поэтому котировка индекса доллара, которая измеряет цену американской валюты по отношению к корзине валют, включая иену и евро, первоначально сегодня вырос выше отметки 105,7 пункта и даже повторил свой прежний недельный максимум. Однако данные по рынку труда, как мы и указывали в нашем календаре трейдера, оказались такие камнем на шее гринбека и все-таки потянули его график резко вниз, в районе 105,5 пункта. Поэтому индекс доллара, который измеряет его вес по отношению к корзине валют, включая иену и евро, вырос до отметки 105,7 пункта и повторил свой прежний недельный максимум. Пара евро-доллар готовилась сегодня к поражению сразу по двум причинам. Из-за ястребинных настроений вокруг монетарной политики в Соединенных Штатах, а также голубиных настроений в Центробанке самой еврозоны. Поэтому цена евро торговалась в районе отметки 1,0750 и рисковала продлить свои потери в третью сессию подряд. Но безработные Соединенных Штатов все переграли и резко подняли цену европейской валюты выше линии 1,0770. И в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения бычьего тренда для графика евро-доллар. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня предполагается между поддержкой на 1,0725 и сопротивлением на 1,0800. Акции в Соединенных Штатах отреагировали на перемены также. Индекс S&P 500 после тусклой сессии накануне продолжал покорно снижаться, пока новости о слабом рынке труда в США не придали ему импульс роста. В результате индикатор стал торговаться на повышение в ценовом диапазоне между отметками 5,180 и 5,198 пунктов. И до выхода в Соединенных Штатах в следующей серии отчетов 10 мая ситуация скорее всего сохранится. Нужно ли говорить, что слабость американской валюты пошла на пользу и котировкам черного золота, коим называют нефт. Правда, фьючерсы на марку нефтяной Сминси Брэд сегодня и так выросли до 84 долларов за баррель. Этот импульс им обеспечили данные о запасах сырой нефти в Соединенных Штатах. Поскольку официальные данные зафиксировали сокращение запасов, это стало сигналом также для сокращения поставок. В той же перспективе спроса на энергоносители, наоборот, улучшились из-за ожидания более низких ставок Федеральной резервной системы США. Цены на нефть оставались близкими двухмесячным минимумом. И все это из-за того, что геопатическая напряженность на Ближнем Востоке все-таки постепенно ослабевает. Перспективы добычи со стороны картеля ОПЕК Плюс также остаются крайне неопределенными, что, конечно же, влияет на движение котировки цен на нефть. Заседание группы ОПЕК Плюс состоит с 1 июня, так что цена бренд сегодня никак не могла определиться, падать ей или все-таки расти. В результате получилась сильная волатильность. И все это происходило в широком ценовом диапазоне между отметками 83,5 и 84 доллара 30 центов за баррель. Что касается российской валюты, рубль вчера на закрытии позиций перед длинными выходными упал в район отметки 91 рубль 90 копеек за доллар. Сегодня российская биржа закрыта, поэтому пары торгуются на вчерашней высоте в районе 91,80-92,10. Снижение курса рубля объясняется не только приближением длинных выходных в России. Дополнительное давление на российскую валюту могло сформироваться со стороны падения цен как раз-таки на нефть. И в то же время жесткая монетарная политика Банка России и его высокая ключевая ставка в это самое время оказывают некоторую поддержку российской валюте. А сегодня еще и ослабевший доллар США также удерживает рубль от дальнейшего его ослабления. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании «Стофорекс», с вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных торгов, поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Желаю вам побед на поприще финансовых рынков. Подписывайтесь на мой канал! Субтитры создавал DimaTorzok